здравствуйте это говорит губерния говорим мы говорите вы но еще лучше когда мы говорим вместе давайте не будем долго тянуть и начнем так а с чего мы начнем добрый вечер конечно с коронавируса за те сутки что мы с вами его не обсуждали кое-что поменялось сначала объявили что якобы в москве вводится полный карантин город будет отрезан от остальной страны там перестанет работать общественный транс потом слава богу опровергли эту информацию но что совершенно точно известно что уже у нас хабаровском крае отменяются многие массовые мероприятия спектакли концерты спортивные соревнования вот сожалению несколько недель придется вот потерпеть конечно такого карантина как в италии я уверен у нас не будет но все равно придется потерпеть но самое вот что больше всего взволновала хабаровчан насколько я знаю потому что сегодня к нам не умолкали звонки это вот видеоролик который стали рассылать сегодня ночью снятые в магазине самбери из которого следовало что якобы даже в самбери закончился запас продуктов и хуже всего с гречкой по поводу пустых пола и так практически везде нет ни хри на кус кус есть вообще любопытно что бы у нас не случалось эпидемия кризиса рубля почему-то больше всего хабаровчане боятся что закончатся продукты а если серьезно вот разве в период кризиса люди не должны действовать наоборот не скупать все подряд а наоборот беречь каждую копейку как считаете ну во первых наши телезрители уже обсуждают как всегда эту тему в социальных сетях обмениваются конечно же фотографиями вот несколько из них покажу конечно же пустые полки магазинов это уже традиционно голосовые сообщения о том что необходимо срочно бежать и все скупать особенно туалетную бумагу это отдельная тема которая получила широкое распространение вот пишут что зашел в сам берег речки риса нету одно пшено это дешманская страшно что не куплю корм животным все сметут и закроют магазины и вот на этом мы спросили держите ли вы нз дома для своих животных 23 процента ответили что до 77 процентов сказали что нет запаса дома не держат именно поэтому мы сегодня задаем вам вопрос интерактивного голосования что вы собираетесь сделать в эту вот такое вот сложное время эпидемии и кризиса закупает если вы закупаете продукты то ваш номер телефона 47 99 91 а если вы просто решили что на время кризиса надо просто приуменьшить свои траты то ваш номер телефона 47 99 92 интерактивное голосование мы начинаем итоги будем подводить как всегда ровно через час итак звоните нам по телефону 45 66 45 если вы убедились что в каком-то магазине закончились продукты а а пока я вам представлю нашего гостя чтобы перепроверить информацию запасе продуктов в магазинах сети самбери мы сегодня позвали в гости марину афанасьеву директора по продажам сети гипермаркетов самбери добрый вечер добрый вечер вот правда ли что у вас закончилась гречка крупы и макаронные изделия насколько этот ролик соответствует действительности нет неправда не закончились у нас продукты а что было неожиданно это вчера зафиксирован был спрос повышенный спрос на продукты питания до приросли мы по порядка 20 процентов и конечно это повлекло пустые полки то есть вот этот ажиотаж да продукты не закончились просто и выложили подвести да конечно то есть давайте вспомним новый год до когда нам новый год все выгребают продукты соответственно получается пустые полки вот мы изменили поставки реагировали да мы изменили поставки магазины сделали их ежедневными и соответственно полки сейчас на магазине полный товара достаточно поставщики основные наши подтверждают что товара достаточно товар в пути никакие границы не перекрыты поэтому мы отреагировали и чувствуем себя спокойно у нас есть телефонный звонок андрей добрый вечер слушаем вас да понимаете все это по это как-то непонятно складывается дурь какая-то у нас люди по любом подруса вытаращив глаза ползут непонятно куда хватает но это вообще это идиотизм полный есть такое дело сложно с вами не согласиться марина смотрите ну вот определенные карантинные или ограничительные меры действуют уже действует уже довольно давно там закрывают границы отменяют авиарейсы и прочее вот вся эта история она в принципе вот на вашей логистике я имею ввиду на логистике магазинов сети самбери сказалось по поставке продуктов пришлось там менять каких-то поставщиков может быть где-то ограничения какие-то от текущей заводы все работают поставки идут планомерно все что единственное что нам сейчас пришлось делать это участить поставки в магазин ну а вот месяц назад помните был ажиотаж с помидорами огурцами который очень быстро закончился и если сначала там жаловались что невозможно купить дешевые помидоры последний раз я был у вас наоборот там распродаются по 77 рублей по 99 отличные минии на тот момент когда ты закрыли границы китая да да конечно то есть ажиотаж такой был мы быстро среагировали и узнали для себя что оказывается в новосибирске есть хорошие теплицы которые способны обеспечить и в принципе то есть нужно меньше уходить от китайских но сейчас китайские все-таки помидоры сейчас есть и китайские есть и новосибирские и местные теплицы кстати я заметил что вот после того вот всплеска мечной давности в принципе стало больше помидоров они стали дешевле да то есть в принципе стало вот не было бы счастья до коронавируса простите да 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 я на своей памяти помню затопление да и когда мы торговали госрезервом тоже такая же паника была создана искусственно все продукты были в магазинах да пережили не у нас еще телефонный звонок да анатолий добрый вечер слушаем вас алло вот я вам что хочу сказать то сами торгаши создают вот эту ситуацию ведь им выгодно чтобы сейчас с полок смели все что есть и старые которые надо выбрать и новое быстренько повезут за то как они выполнят все как прекрасно будет хорошо принято мнение по моему наоборот сейчас происходит обратная ситуация мы убеждаем людей в том что проблем с продуктами нету марина скажите а вообще насколько вот местная ритейл зависит от поставок извне или мы наоборот завязаны на внутренней поставки я имею ввиду от российских производителей вот какое соотношение что касается тех товаров на которые есть спрос сейчас это товар бытовой химии длительного хранения консервы крупы все это внутренний рынок все производится здесь в россии планомерно поступает поэтому мы тут не имеем зависимости если говорить о овощах такая тенденция за последний месяц когда вот но примерно раз в неделю случаются такие ажиотажные всплески в целом потребление продуктов уровень продаж увеличивался у вас и или он остается вот наверно уровень потребления и продаж это разные штуки я думаю что потребление не увеличился но кто стал больше гречки дома варить да а вот спрос увеличился покупатель берет больше вопрос зачем это уже другой да продажи выросли да но продажи выросли не более там продаж нового года то есть не критично это не в 300 там 400 процентов рост порядка 20 процентов почему же так наши люди любят гречку не анализировали вот так куда-то вот мани вот гречку но это древней руси и греча на печи но между нами я с детства люблю гречку но в принципе не очень калорийная крупа да и в принципе в кризисное время гречкой не наешься да у нее хочется есть не скупают ее массу во время любых кризисов у нас есть еще один телефонный звонок добрый вечер слушаем вас эдуард говорите здравствуйте добрый вечер поднимайте ажиотаж коронавируса коронавирус как таково нам не грозит потому что болит пожилых людей а у нас в россии это не грозит это власти не доживает поэтому будем надеяться что действительно наш климат плохо влияет на коронавирус а вы знаете мне нравится комментарий социальных сетей пишут что не зря у нас вообще в жители всего мира а точнее зря скупают туалетную бумагу в симптомах коронавируса диарея не значится но вот может потом пригодится в тот момент когда срок годности у тех продуктов которые сейчас люди активно закупают закончится что еще пишут социальных сетях вот это моя лично любимая фраза которая уже тоже облетела все социальные сети идиотизм распространяется быстрее вируса дальше пишут люди успокойтесь магазины сейчас скинут весь залеза залежавшийся товар а вы его потом понесете на помойку живите и радуйтесь весне прекрасным дням не забывайте голову фейками и пустые пропустые полки стоит забыть как у нас хабаровске с туалетной бумаги непонятная мания почему вдруг это возникла потребность я тоже не понимаю мы спрашивали у покупателей для чего кто-то там для того чтобы делать маски вдруг если туалетной бумаги да то есть но какие-то странные не понимаю зависимости я конечно понимаю сейчас влажные салфетки до спрос то есть детям то есть на работе и эти меры нужны то что нужно покупать сейчас необходимо то что нужно не нужно делать впрок запасов и нет туалетная бумага может подмариваться на ваш взгляд действительно вот такие панические слухи видеоролики вот это случайная паника либо возможно я не знаю какой-нибудь диверсия конкурент нет это не случайно это покупатели сами сами жители сами выдают некоторые факты закручивая да например сегодня прислали фотографию как стоит очередь в магазин южный парк там начинаем разбираться оказывается утром перед открытием как всегда скопление там уже начали крутить эту фотографию не нужно ничего домысливать опять же хочу про камень зачитать комментарии социальных сетей пишут очень жаль что за такие сообщения нельзя не как вот наказать их тех распространителей так как это к примеру считают делали сеющими панику в перекрыл в период великой отечественной войны то есть просто по закону военного времени вот считают было бы неплохо так с ними как вы считаете вот что делать с людьми которые рассылают такие сообщения потому что я к примеру получила на днях что якобы в одном из магазинов тоже полки пустые люди стоят все собирают а если присмотреться то все в летних рубашках а я вот это да то есть такие вещи нужно пресекать но наверное только вот мы все вместе через сми можем говоря правду о том что кстати в подтверждение того что на самом деле продукты есть вот специально сегодня в течение дня под снятые полки давайте видео посмотрим сам бери было неожиданно для меня увидеть это видео не готовились вы знаете у меня такой еще вопрос иногда в комментариях обвиняет вас самих что якобы это торговые сети сами запускают такие утки чтобы увеличить и без того солидные объемы продаж как комментируйте а каким образом мы запускаем то есть все ролики которые есть делаются покупателями то есть мы здесь вообще никак не участвуем очереди которые есть делаются покупателями ажиотаж тоже сами сами делают жители надо просто успокоиться не поддаваться панике но вы не поддаетесь панике часы работы вы не меняете вы работаете абсолютно в штатном режиме мы работаем штатном режиме но ввиду того что есть покупатели которые поздно работают и и хотят все-таки закупиться. Вот посмотрели, например, один магазин откроем завтра до 12 часов в Южный парк. И откроем его пораньше. Кто-то вот хочет пораньше приехать. Но не более того. То есть для чего? Для того, чтобы сгладить вот эти большие пики покупателей, чтобы не было столпотворений. Еще один телефонный звонок, но, видимо, уже последний. Дмитрий, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Вы понимаете, вот эта сознанная паника, которую мы создаем сами, она очень сильно влияет на наших младших, на наше поколение. То есть она видит, что происходит в час, и, соответственно, это в будущем закладывается на них. Они при любой панике также будут себя вести в будущем. Спасибо за звонок. Наверное, уже подводим итог. Вот так, чтобы еще раз всем проговорить и все услышали. Запас продуктов на какое время есть на складах торговой сети? На полгода нам подтверждают наши поставщики, что у них товарный запас примерно на полугодие. То есть за полгода вспышка коронавируса, ну вот по-любому, даже при самом плохом раскладе, закончится. Так что, по крайней мере, до конца коронавируса мы с голода не умрем. Верно. С голода не умрем, но, как считают наши телезрители, все равно надо свои траты немножечко уменьшить. Большинство проголосовали именно за этот вариант. Интерактивное голосование продолжается. Вы можете голосовать вплоть до последней минуты эфира. А вообще, любопытно, сегодня вот все такие вот сознательные, и все звонки были в тему, и голосование правильное. Но кто ж тогда эту панику? Я вчера в 10 часов вечера этот ролик получил на WhatsApp, после этого не мог спать. Утром, думаю, проснусь, а в самом деле все раскутили. У нас в гостях была Марина Афанасьева, директор по продажам сети гипермаркетов в Самбире, но интерактивное голосование продолжится до конца программы, потом подведем.